Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я учитель информатики, ниш физико-математического направления города Уральского, Мухарабуль Зухрама Анжовна. Сегодня я вам представляю урок информатики для 11 класса. Перед тем, как начать урок, я предлагаю ученикам, своим ученикам, активити. Вот, например, на экране предложены 4 рисунка. Что общего между этими рисунками? И они должны ответить, по 4 рисункам они должны ответить, что это монитор. Следующее, что общего в этих рисунках? Так, здесь у них ответ должен быть борт или доска. Чтобы перейти к новой теме, ученикам я задаю следующие вопросы. Прежде чем задать вопросы, я предлагаю им задание построить алгоритм в виде блок-схемы для задания «Купить мороженое». Для этого они должны построить, из этих предложенных блоков, должны построить блок-схему. Их блок-схема должна выглядеть вот таким образом. Для того, чтобы построить, купить мороженое, они составляют из этих блоков блок-схему. Вначале они заходят в магазин и проверяются условия, есть ли мороженое. Если есть мороженое, то дают деньги, дать деньги. Следующая команда у нас – взять мороженое и выйти из магазина. Если же нет мороженого, то они переходят к команде «Выйти из магазина». И конец алгоритма. После этого задания им предлагаются вопросы, что такое алгоритм. Они вспоминают определение алгоритма. Алгоритмы – это набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное число действий. И второй вопрос – что такое программа. Ответ программы – это совокупность инструкций и алгоритмов, описывающих порядок определенных действий. Сегодняшняя наша тема называется «Алгоритмы и программирование машины Тюринга». С раздела «Алгоритмы и программирование». Целями обучения являются излагать работу машины Тюринга и универсальной машины Тюринга. Второе – объяснить алгоритм машины Тюринга на элементарном уровне, используя табличную схему процесса. Критерии успеха учащихся достигают цели обучения, если они знают историю машины Тюринга и универсальной машины. Самостоятельно должны находить информацию. Второе – объясняют область применения машины Тюринга. Они должны знать, из чего состоит машина Тюринга и как она работает. Исследовательские навыки должны уметь написать элементарную программу для машины Тюринга и показать, как машина выполняет программу. Прежде чем начать объяснение этой темы, мы знакомимся со следующими ключевыми словами. Машина Тюринга – каретка, лента, программируемый автомат, алгоритм и программа. Эти слова ученики записывают в страде. Что такое машина Тюринга или что это такое? Это у нас машина Тюринга. Машина Тюринга – это универсальная учебная машина, созданная для уточнения понятия алгоритм. Классу дается задание на исследование. Здесь у нас класс делится на четыре группы. Первая группа – это история машины Тюринга и универсальной машины. Первой группе дается задание истории машины Тюринга и универсальной машины. Второй группе дается задание, из чего состоит машина Тюринга. Третьей группе дается задание, из чего состоит автомат машины Тюринга. и четвертой группе, какие действия выполняет автомат машины Тюринга. Время работы 5 минут, после чего спикеры обмениваются информациями в течение 3 минут. Допустим, в первой группе были задания «История машины Тюринга и универсальной машины», и они приготовили слайд. Первым из всех ученых идей универсального исполнителя предложил Алан Тюринг для уточнения понятия алгоритма. Им был разработан абстрактный универсальный исполнитель. Его абстрактность заключается в том, что он представляет собой логическую вычислительную конструкцию, а не реальную вычислительную машину. Термин «универсальный исполнитель» говорит о том, что данный исполнитель может имитировать любой другой исполнитель. Например, операции, которые выполняют реальную вычислительную машину, можно имитировать на универсальном исполнителе. Впоследствии, придуманная Тюрингом вычислительная конструкция была названа машиной Тюринга. И вторая группа. У них было задание, из чего состоит машина Тюринга. На рисунке представлена машина Тюринга. Здесь показано, что машина Тюринга состоит из бесконечной обе стороны ленты, разделенной на ячейки. И вторая из каретки, то есть читающей и записывающей головки. И третья программируемого автомата. Третья группа. Из чего состоит автомат машины Тюринга. Автомат машины Тюринга состоит из внешнего алфавита. Это конечное множество элементов, которого называют буквами или символами. Одна из букв этого алфавита, например, А нулевое, можно представлять собой пустой символ. И внутренний алфавит, конечное множество состояний головки автомата. Одно из состояний, например, К первое, должно быть начальным, запускающим программой. И еще одно из состояний, К нулевой, должно быть конечным, завершающим программой, состояние остановок. Третья группа. Третий состоит из таблицы переходов. Описанием поведения автомата головки в зависимости от состояния и считанного символа. Следующее задание четвертой группы. Какие действия выполняет автомат машины Тюринга? Автомат машины Тюринга записывает новый символ в обозреваемую ячейку. Второй выполняет сдвиг по ленте на одну ячейку вправо, влево или остается неподвижным. Третий – это перейти в новое состояние. И последний – прекратить работу. Это значит остановиться. После выступления четырех групп я дополнительно даю некоторые понятия или характеристики управляющего устройства, которые удобно записывать в виде таблицы. Некоторые обозначения. R – это означает смещение вправо или стрелка вправо. L – это у нас смещение влево или стрелка влево. Восклицательный знак называется останов. Q1 и Q2 – это состояние. L – это пробел, это пустой символ. Понятие функциональной схемы машины Тюринга. Программу для удобства можно записывать в виде следующей таблицы. Мы должны указать в таблице переходов состояние машины внешний алфавит А0 и АН. Это у нас является внешним алфавитом. Состояние машины Q, Q0 и QN – это внутренний алфавит. В ячейке А, ИТ, Q и G, ИТ здесь у нас представлена команда АС смещает, то есть переходит в состояние Q1. Прежде чем начать или давать задание, ребятам дается задание для установления соответствия. Они должны установить соответствие. Таким образом, они устанавливают соответствие, сделают соответствие. И в конце у них должно выйти в ответе, например, алфавит – это конечный набор различных символов, используемых в алгоритме. Здесь представлены объекты, с которыми работают алгоритмы. Буквы – это символы алфавита. Слово в алфавите – любая конечная последовательность букв некоторого алфавита. Это длина слова – это количество букв в слове. Пустое слово – это слово, в котором нет букв. Входное слово – слово, к которому применяется алгоритм. Выходное слово – слово, получаемое в результате работы алгоритма. Область применимости алгоритма – это совокупность слов, к которым применим алгоритм. Кодирование, замена одного алфавита другим. Вот эти объекты, с которыми работают алгоритмы, ребята записывают у себя в тетради. И после ознакомления с ключевыми словами, с объектами, с которыми работает алгоритм, мы уже выполняем или решаем несколько задач, рассмотрим несколько примеров. Первый пример. Здесь у нас задано слово «звездочка», которое состоит из символов. Звездочка, знак вопроса, звездочка, звездочка и знак вопроса. Здесь алфавит или символы, вот эти звездочка и знак вопроса, они являются алфавитом. Длина слова равен 5, количество символов это и есть длина слова. В этом задании требуется заменить все символы и знакы опроса на звездочку. В момент запуска головка должна находиться над первой буквой слова слева. Завершается программа тогда, когда головка оказывается над пустым символом после правой буквы слова. Вот эмулятор машины Тюринга, который мы должны запустить. И здесь мы записываем нашу программу. Здесь у нас представлена лента, где записывается слово, которое нам задано. Прежде чем написать слово, мы должны указать во внешнем алфавите символы. Здесь у нас символами внешнего алфавита является звездочка и знак опроса. Следующая в таблице перехода мы пишем команды. Допустим, в состоянии Кю нулевое у нас здесь мы должны были заменить все знаки вопроса на звездочку. Если в слове встречается знак, то есть звездочка, то символ не меняется. У нас головка перемещается или сдвигается вправо, тем самым остается в состоянии Кю нулевое. Если в слове встречается символ, знак вопроса, то знак вопроса меняется на звездочку и опять-таки сдвигается вправо, находясь в состоянии Кю нулевое. Если же в слове у нас встречается символ пробел, то у нас головка останавливается, тем самым завершается у нас программа. Для того, чтобы запустить программу, можно нажать на пуск запустить или через кнопку пуска можно запустить программу. Идет выполнение программы, где знак вопроса меняется на звездочку. После того, как встретится пробел, у нас программа останавливается. Следующий пример у нас построит таблицу нашего Тюринга, которая заменяет все единицы на нули, а все нули на единицы. Здесь нам заданы двоичные числа. Исходное слово у нас 111001, а результат у нас в итоге должно получиться у нас 001110. Точно так же, как и в первом примере, если в слове встречается символ ноль, то мы должны ноль изменить на единицу. И дальше двигаемся вправо, оставаясь в состоянии Ку нулевое. Если в слове встречается у нас символ единица, то единицу меняем на ноль и двигаемся вправо, оставаясь в состоянии Ку нулевое. Если же у нас встретится пробел, то у нас программа останавливается. Третий пример. Рассмотрим пример, где надо построить алгоритм, прибавляющий единицу к последней цифре заданного числа двоичной системы исчисления, расположенного на ленте. Входные данные – это слово, цифры двоичной системы исчисления, записанные в последовательные ячейки на ленту. В первоначальный момент устройство располагается над правым символом цифры числа. И в решении у нас, в случае, если последняя цифра равняется единице, то ее нужно заменить на ноль, а затем прибавить единицу к предшествующему символу. Здесь у нас уже представлена программа прибавления единицы. Нам задано числом 1, 1, 1, 1. Здесь символами внешнего алфавита являются нули и единицы. Состояние Q0 – это движение вправо до конца числа. Двигается до тех пор, пока у нас не встретится пробел. А состояние Q1 – это увеличивая число на единицу. Если же в конце числа встретится ноль, то при прибавлении к нулю единицы у нас получится единица, и программа останавливается. Если же у нас в конце будет единица, то при прибавлении к единице единицу у нас в дачной системе числения 1 плюс 1 – это равен 1, 0. То мы пишем ноль, а единица у нас будет находиться в уме. Мы должны эту единицу прибавить к предшествующему символу. Значит, у нас состояние Q1 – это увеличение числа на единицу. И будет двигаться головка машины Тюринга до тех пор влево, пока не встретится пробел. После ребятам дается, ученикам дается самостоятельная работа. Здесь они должны построить алгавитм, прибавляющий единицу к последней цифре заданного десятичного числа. До этого у нас было прибавить единицу к заданному двоичному числу. В случае, если последняя цифра равняется 9, то ее нужно заменить на 0 и затем прибавить единицу к предшествующему символу. Программа должна выглядеть таким образом. Допустим, они должны написать во внешнем алфавите все цифры от 0 до 9. После чего они записывают заданное число в ленте. Это у нас 3, 9, 9, 9 и 9. Это у нас заданное число. К этому заданному числу они должны прибавить единицу. Например, если в заданном слове у нас 3, например, 1, то у нас Q нулевой – это движение вправо до конца числа. Мы должны найти, например, пробел до конца, мы должны двигаться вправо до конца числа, для того, чтобы найти пробел. После чего мы уже должны с конца прибавить. Итак, например, Q нулевой – здесь у нас просто идет движение вправо до конца числа. Мы ищем пробел, чтобы найти конец числа, для того, чтобы прибавить единицу. После чего идет уже увеличение Q нулевой, состояние Q нулевой – это увеличение числа на единицу. Если в конце числа у нас будет цифра единица, то мы прибавляем единицу. То в итоге у нас получится двойка. И сразу же останавливается программа. Если у нас в конце двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, то прибавляем единицу, и на единицу у нас увеличивается последняя цифра. Если же у нас последняя цифра равна 9, то 9 меняется на 0, и то, что у нас находится в уме единица, мы прибавляем это же число к предшествующему символу. И так далее. Мы должны двигаться влево до пробела. И если у нас встретится пробел, мы должны заменить на единицу. Пробел должны заменить на единицу и остановить программу. Следующее задание самостоятельной работы – это увеличить число, записанное в десятичной системе исчисления, на пятерку. Здесь уже посложнее. То же самое. Мы должны записать во внешнем алфавите символы от нуля или цифры от нуля до девяти. И должны написать в ленте наше заданное слово или заданное число. 3599 у нас в данном случае задано. И мы здесь прибавляем пятерку. Опять-таки, кё нулевое – это движение вправо до конца числа. Мы находим здесь пробел. Ищем пробел, после чего уже двигаемся влево, для того, чтобы прибавить пятерку к последней цифре. Если последняя цифра равна нулю или единице, или двойке, или тройке, или четверке, то мы увеличиваем на 5. Если же последняя цифра равна 5, то прибавление к пятерке пяти у нас будет 10. Мы пишем 0, а единицу прибавляем к предшествующему символу. И так далее. К шестерке, когда прибавляем пятерку, у нас получится 11. Пишем единицу, а единицу прибавляем к предшествующему символу. И так далее. В конце мы должны двигаться влево до конца, пока мы не дойдем до пробела. Если у нас встретится пробел, то уже меняем на единицу и останавливаемся. Следующее третье задание – это умножить число, записанное в десятичной системе числений на двойку. Опять-таки записываем во внешнем алфавите цифры от 0 до 9. Здесь тоже ищет состояние Q нулевое, двигается право до тех пор, пока у нас не появится пробел. И с конца мы должны двигаться влево и умножаем заданное число в десятичной системе числений на двойку. Здесь у нас представлена программа, которая умножает число на двойку. Четвертое задание. Здесь надо перенести первый символ непустого слова P в его конец. Например, нам заданное слово ACBC. Когда мы перенесем первый символ к концу, то у нас должно получиться CBCA. Во внешнем алфавите мы должны написать символы APC. И нам заданное слово, которое нам было задано, вот это слово ACBC, да? Вот это мы должны написать в ленте, да? Или на ленте. Или, к примеру, можно взять другой пример. Так, в таблице перехода. Давайте подробно здесь рассмотрим, да? В таблице перехода. Состояние Q нулевое. Если встретиться, у нас каретка должна находиться над первым символом слева. Если у нас встретится в слове символ А, то мы должны поменять символ А на пробел. Так, и двигаемся вправо, переходим в состояние Q1. Если у нас встретится символ B, то меняем на пробел. Переходим вправо, двигаемся вправо, переходим в состояние Q2. Если у нас встретится символ C, то также меняем на пробел, двигаемся вправо, и здесь же мы переходим в состояние Q3. И если же пробел встретится, то пробел у нас не меняется, и остаемся в состоянии Q нулевое. И так далее. Для закрепления материала ребятам задается вопрос, почему надо знать машину Тюринга. Потому что это начало математики. В нем вводится понятие алгоритм. Не знать машину Тюринга значит не знать математику. Потому что это начало программирования. В нем вводится понятие алгоритм. Но если вы не знаете, что такое алгоритм, то как вы можете говорить, что вы запрограммировали алгоритм решения какой-либо задачи. Машины Тюринга были использованы в 40-х годах прошлого века при разработке первых электронных вычислительных машин. Подведя итоги, ученикам задается банк слов. Где они должны перевести из приведенных слов, которые находятся в банке слов, они должны перевести в нашу тему те слова, которые связаны с нашей темой. Допустим, слово алгоритм, как оно связано с нашей темой, они переводят вправо в нашу тему и объясняют. Что такое лента? Сегодняшняя тема, вот это ключевое слово у нас лента, она была непосредственно связана с нашей темой, они переводят вправо и объясняют, что такое вообще лента. Программа, слово, они связывают с нашей темой. Если они перевели вправо, то они связывают, они объясняют, калетка, автомат, символ, циклический. Почему циклический мы взяли? Потому что здесь некоторые, здесь команды в программе, в таблице переходов, они повторяются. И поэтому здесь они должны тоже перевести слово циклический вправо в нашу тему. И в конце они дают рефлексии урока. Что они сегодня узнали? Что было интересно? Что им было трудно? И что сегодня они поняли? Теперь, что они могут сделать? Чему они сегодня научились? Делают рефлексии урока. Дается домашнее задание. Прочитать историю машины Тюринга, знать структуру машины Тюринга, написать программу умножения десятичного числа на 3. У них до этого была программа, они писали программу умножения десятичного числа на 2. И на этом у нас урок закончен. Спасибо за внимание.